басмаларахмарахмим следующий вопрос который разбирается под хадисом Аиши мани гайр-ал-адами сперма не человека то есть сперма животных халеш ширази фил мухаззаб кама фил мажмуа сказал аш ширази в своей книге ал-мухаззаб или в своей книжке ал-мухаззаб как это пришло в ал-мажмуа то есть шарх ал-мухаззаб вама мани гайр-ал-адами а что касается спермы не человека в России из Алясаду Аудзи то относительно этого есть три мнения ахадуга то есть ширази у нас ширази ахадуга одно из этих мнений ал-джами' ал-тагир то что любая сперма любых животных является чистой не является наджисом кроме спермы собаки и свиньи потому что сперма любых животных выходит из чистых животных выходит из чистых животных юхлап минуу мислу алслиги из которых затем создается в подобной основе вышло из животного и произошло создание животного подобного основе то есть первому животному из чистого выходит создается чистое так из грязного Понятно, нет? Вышло из чистого грязное получается, создалось из грязного чистое. Так не получается. Так у нас? Поэтому необходимо, что вышло из чистого чистое, для того, что создалось чистое. Дальше. И будет оно чистое, и поэтому эта сперма является чистой, подобно яйцу в Аманиюль Адами, или сперме человека. Вот это не второе мнение шафиевского мазхаба. Наоборот теперь. Сперма любых животных является наджисом. Потому что сперма образуется из остатков еды, так? Или образуется из переваренной пищи Аль-Мустахиль, то есть, которая переварилась. Все, как называется. Да, переварилась. Но мы сказали про то, что сперма человека является чистой. Только почему? Он же тоже животное, по идее. Человек тоже является видом животного. Так? Хаява на слово Ахая, жизнь, так? То есть, тот, в котором есть жизнь. Лихарматиги вакараматиги. Потому что человек почтительное животное, так? Вакараматиги. То есть, уважаемый относительно других животных. Потому что обладает разумом и способно разговаривать. Правильно ли я? Поэтому относительно спермы человека мы сделали исключение из общего. Так? И сказали, что его сперма чистая, а сперма остальных всех животных, что является наджисом. То есть, это второе мнение в мадхабе шафиитов. То есть, и это уважение и почтительность так относится только к человеку. И нельзя сказать относительно других животных. Вассалит и третье мнение. То, что то мясо, то животное, мясо, которое употребляется в пищу, то и его сперма также является чистым, подобно его молоку. А то, что не употребляет мясо, чего не употребляется в пищу, то его сперма является наджисом, нечистотой, подобно его молоку. То есть, три мнения шафиитов. Первое, говорят, все чистые, любая сперма любых животных чистая, кроме свиньей собаки, потому что они считают их самих за наджис. Так? Второе мнение. Вся сперма любых животных грязная, то есть наджис, кроме человека, так как он, Аллах сфанаталья, возвысил его на другими животными. Так или нет? И третье мнение, то, что разделение на, по тому фактору, мясо, в котором употребляется в пищу, и мясо, в котором не употребляется в пищу. Понятно? Один из их ученых, то есть шафиитов, так Рафиитов, посчитал правильным, то, что вся сперма любых животных является наджисом. Но предпочтительно в мазхабе, то есть в мазхаб, большинство говорят, что сперма всех животных чистая, кроме собаки, свиньи. Так? И третье мнение у шафиитов, то есть деление по фактору, то, что употребляется в пищу, и то, что не употребляется в пищу, так? Так же является мазхаб Мухаммад Балитов, камаф и линсав, как это пришло в книге Алиинсав, то есть мордавы, так мне сказали автор. А то, что нам показалось правильным, Аллах один лучше знает, то, что сперма любых животных является чистым, кроме того, относительно чего пришел далиль, что оно является наджисом. Калькальб ваказал хинзир, как собака или свинья, по мнению большинства ученых. То есть большинство ученых считает собаку и свинью наджисом, так или нет? Мы сказали, что более правильно, то, что собака и свинья не являются наджисом, так как нет далиля на их наджисом. Поэтому что? Ферма любых животных является чистой и остается на своей основе то, что это чистое, пока не пришел довод на то, что это наджис. И никакого довода здесь нет. Правильно ли? Поэтому мы говорим, что чистое и у собак, и у свиньи в том числе. И у свиньи и у собак в том числе. Понятно ли?